Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. За время паводков в четырех областях Казахстана оказались подтопленными 185 жилых домов. Спасатели эвакуировали более тысячи граждан. Пенсии и пособия дополнительно проиндексируют еще на 4%. О повышении зарплаты и бесплатном обучении в колледжах рассказал заместитель премьер-министра республики. Минздрав Казахстана расторгает договоры с украинскими фармкомпаниями из-за закрытия заводов. Грозит ли Казахстану дефицит лекарств? В МЧС рассказали о подтоплениях в Казахстане. За время паводков в четырех областях оказались подтопленными 185 жилых домов. Спасатели эвакуировали более тысячи граждан. В пяти областях вода затапливает автодороги. Наиболее сложная обстановка сложилась в Актюбинской и Западноказахстанской областях. Напомним, в Западно-Казахстанской области талыми водами было разрушено здание сельской школы. По словам министра ЧАЭС Ильина, сложившаяся обстановка способствовала резкое потепление, что спровоцировало активное снеготаяние и приход талых вод с полей. Министерство ЧАЭС не первый год утверждает, что паводки дешевле предотвратить, чем заниматься их ликвидацией. Ежегодно Казахстан, несмотря на ранние предсказания штормовых явлений от РГП Казгидромет, страдает от паводковых явлений. Кажется, нынешний год также вряд ли станет исключением. Пусть даже местные власти исправно и запрашивают из госказны миллиарды тенге на ликвидацию последствий. Теперь некоторые акиматы решили собирать деньги даже у народа. Что касаемо собираемых денег, я не сторонник того, что с населением должно это собираться. Есть достаточные резервы, которые заявляли как местные исполнительные органы. На случай чрезвычайной ситуации неотложной затраты, так есть резервы в правительстве. В случае обращения регионов будет рассматриваться вопрос выделения финансирования. По территории Западной Казахстанской области в четырех населенных пунктах было потоплено около 140 домов. Остальные были на территории в основном Актюбинской, частично Караганда и Павлодарской области. Значит, на сегодняшний день работают комиссии по оценке ущерба, которые создаются акиматами. Временные пункты эвакуации, которые были предложены, часть разместилась, часть людей разъехалась по своим родственникам. Каких-либо обращений к нам, во всяком случае по организации пунктов сбора проживания, мы пока не получали. Давайте мы проверим эту информацию. Местные исполнительные власти не устают повторять, что распространенными причинами проблем с затоплениями сел и других населенных пунктов в стране считаются снежные зимы, быстрое увеличение температуры весной, обильные осадки в виде продолжительных дождей. Совершенно упуская из виду, что в некоторых регионах паводки появляются даже после прорыва дамб. А это уже говорит об антропогенном факторе стихийного бесвия. Не доглядели, не учли, не рассчитали, говорят эксперты. Нет, информация, что со стороны России открыли дамбу, она не подтверждается. Это у нас информация проверялась на территории граническо-устанайской области, там не подтвердилась. Касаемо прихода воды, талой воды с полей, она в том числе пришла с территории Российской Федерации, именно в западно-казахстанскую область. Я в своем докладе говорил, что за неделю мы с вами видели, было практически везде буран и метель, и за неделю у нас практически резкое повышение температуры привело к интенсивному таянию именно в полях. Пока пострадавшие от бедствия, в который раз жители спасаются во временных жилищах и у родственников. Местные власти тоже снова подсчитывают лишь материальный ущерб. Но сколько при этом тратится денег и сколько было выделено на ликвидацию последствий паводковых разрушений в республике, хотя бы за последние десяток лет, никто даже не берется подсчитать. Хотя это деньги налогоплательщиков. Решить вопрос могли бы помочь в Можилисе, говорят эксперты, если бы на законодательном уровне предусмотрели хоть какой-нибудь спрос, соответственных за возникновение паводковых ЧАЭС. Пенсии и пособия дополнительно проиндексируют еще на 4%. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Ролы Тукжанов на пленарном заседании Можилиса. Повышение зарплаты коснется свыше 1 миллиона работников бюджетной сферы и квази-государственного сектора, а также 2 миллионов 800 тысяч работников бизнеса, получающих поддержку от государства. А обучение в колледжах по востребованным специальностям будет бесплатным. Власти решили, что у пенсионеров и так все в порядке. Пенсии растут из года в год и бедных среди них нет. Это кажется абсурдом, но именно так официально и есть. Бедных с точки зрения государства среди получателей пенсии и правда нет, говорят экономисты. Потому что уровень бедности у нас это прожиточный минимум пенсионера. Но набирающая темпы инфляция, как признались власти, добралась и до пенсии, день за днем снижая их покупательскую способность. И если действительно думать о сохранении хотя бы нынешнего уровня жизни пожилых, нужно сделать индексацию, решили власти. В связи с изменением коридора инфляции от 8 до 10 процентов, размеры пенсии и пособий предусматривается дополнительно проиндексировать еще на 4 процента, что в совокупности обеспечит рост всех социальных выплат на 9 процентов, а солидарной пенсии на 11 по отношению к 2021 году. Увлечение коснется 4,2 миллиона получателей социальных выплат. Инфляция в Казахстане действительно выросла с 8,7 до 12 процентов. Причем это официальные цифры. Больше всего подорожали продукты питания. Дорожает даже то, что от доллара не зависит. Учитывая большой объем импорта в стране, преодолеть продуктовую инфляцию Казахстану будет непросто, говорят финансисты. Чем больше мы закупаем иностранных товаров за валюту, тем больше создаем предпосылок для ослабления курса нацвалюты. И чем больше тенге ослабляется, тем выше у нас цены. Повышение цен на все в Казахстане могло бы быть и ниже, не таким интенсивным, как сейчас, говорят экономисты, если бы нынешние и предыдущие правительства были более дальновидными и вкладывали больше денег в местное производство. Но наши министры больше надеются на стаб-фонды. Эти ресурсы возобновляются. Это не означает, что через три месяца миллион тонн мы съедим, поскольку сейчас уже начинается, буквально через месяц, начинается поступление уже ранних овощей и фруктов, поэтому никаких проблем по дефициту у нас нет. По словам Тохжанова, благодаря индексации пенсии и зарплат можно сформировать средний класс. Хотя в странах, которые считаются развитыми, средний класс составляет самую многочисленную группу населения. И именно эта группа ответственна за процветание и рост конкурентоспособности экономики. Поэтому наши власти, помимо борьбы с бедностью, должны делать все возможное, чтобы максимально расширить и защитить группу населения, которая относится к среднему классу. По крайней мере, так полагают экономисты. Минздрав Казахстан расторгает договоры с украинскими компаниями из-за закрытия заводов. От всего объема лекарственных препаратов более полутора процента или 25 наименований поставлялись из Украины. А в начале года импортные лекарства составили от 40 до 70 процентов от обычного объема. Между тем, стране грозит дефицит лекарства, заявляют эксперты отрасли. Минздрав предупреждает. В прошлом году проводился конкурс и было закуплено почти 94 процента лекарственных препаратов. Однако на сегодня поставлена только половина от всего объема, а причиной тому очень сложной геополитической ситуации заявили в ведомстве. Лекарства есть, но до конца июня, а на оставшиеся объемы проводится конкурс. 25 наименований лекарственных препаратов поставлялось с Украины. В начале года поставщики с Украиной нам поставили лекарственные препараты от 40 до 70 процентов от этого объема. На сегодняшний день заводы закрыты, и мы в одностороннем порядке сейчас расторгаем договора. К слову, еще в марте говорили о проблемах с украинскими поставками. Сегодня у нас проблема именно с Украиной. Дальнейшая поставка сейчас находится под вопросом. Но то, что мы зависим от импорта, это не секрет. В России, например, откуда мы привозим большой объем препаратов, уже возник дефицит. Текущая ситуация с войной и санкциями создает свои проблемы. В том же марте Минздрав заявил о возможном запрете на вывоз лекарств из Казахстана. И вот с какими препаратами уже могут возникнуть трудности. Борисовские, некоторые глюкозы, там еще что-то нету, кстати, на рынке уже. В регионах Казахстана дефицит уже ощущается. В Астане и Алматы более-менее, как бы. Но и то, по некоторым позициям уже дефицит имеется. Там и жары понижающие, там и антибиотики, и детские взрослые. А властям необходимо уделять большее внимание развитию отечественной фармотрасли, уверенной в ассоциации независимых аптек. Науке тоже. К тому же нужна франшиза на получение зарубежных технологий. И основываясь на их опыте и оборудовании, выпускать у нас необходимые препараты. Это и больший срок годности лекарств, новые кадры и многое другое. Мы продолжаем выпуск. И вот что вы увидите далее. Проблема утилизации твердобытовых отходов обнажилась после схода снега в Уральске. Жители жалуются на переполненные контейнеры и разбросанные пластиковые бутылки с экскрементами. Мукомолы Казахстана просят поддержки у правительства. Ждать ли Казахстану дефицита зерна и муки? Проблему мусора снова подняли в уральские. Горожане недовольны, что контейнерами, которые предназначены для многоквартирных жилых домов, пользуются работники рынка. Жители жалуются, что мусорные контейнеры быстро переполняются. И все невместившиеся отходы разлетаются по близлежащей территории, в том числе дворы рядом расположенных многоэтажек. На место зарождения стихийной свалки отправились наши корреспонденты. На данном видео работники одного из городских рынков выкидывают твердые бытовые отходы в контейнеры, которые предназначены для жителей многоквартирных домов. Для сотрудников торгового объекта предназначено отдельное место для утилизации мусора. Однако некоторые из них игнорируют данные правила. В результате место для мусора жителей превратилось в свалку. Отпоследствий страдают горожане. Жители выходят, чтобы вынести мусор, но выкидывать некуда, потому что контейнера уже забиты. Жители жалуются, что большой объем баков забивается от рядом находящегося рынка Алтыналма. При сильном ветре мусор летит во двор и не только. На жалобу пока никак не отреагировали. И рынок выбрасывает сюда мусор, все выбрасывают. И на машинах подъезжают, на газелях вываливают всю эту кучу мусора. В ответственном за утилизацию мусора учреждений нам рассказали, что неоднократно делали устные предупреждения руководству рынка. Но, как показало время, остались неуслышанными. Сейчас администрации торговой точки было направлено официальное письмо. И если неправомерные действия не прекратятся, к решению проблемы будут подключать правоохранителей. Туда тачками вывозят мусор и все оставляют на земле. И тем самым устраивают стихи на свалку. Эту проблему мы уже наблюдаем последний год, наверное, можно сказать. До этого такой проблемы не было. Арендаторы не возили туда свой мусор. Это прям могу точно сказать, что это с рынка от Налма. Арендаторы недобросовестные вывозят вот так мусор. В настоящее время в Уральске функционирует около 600 мусорных площадок и более 3000 контейнеров. Стоит отметить, что мусорные проблемы в Уральске регулярно напоминают о своем наличии. Особенно с наступлением весны. Коммунальщики, в свою очередь, готовятся до конца текущего года установить дополнительные мусорные баки. А под окнами нескольких уральских многоэтажек в центре города после схода снега лежит огромная коллекция пластиковых бутылок, наполненных мочой. Выяснилось, что отходы жизнедеятельности выбрасывают из окон сами жители. Ситуацию прокомментировали в городском Акимате. Жители многоэтажки по улице Хамида Чурина, 119 прославились на весь Казахстан еще в прошлом году. Власти города скромно называют содержащуюся в бутылках жидкость лимонадом. Кроме пластиковых бутылок территория завальна мусором. А на дереве висит даже стул, который не долетел до земли. Прохожие говорят, что такая ситуация повторяется из года в год. Здесь и с этой стороны дома очень много мусора, и с другой стороны дома тоже постоянно мусор. Может быть здесь как бы люди живут такие, ну такого вот может быть контингента, как-то так, наверное, я так думаю, которые выкидывают мусор. В Акимате города сообщили, что эта проблема не теряет своей актуальности. Чаще всего бутылки летят с окон бывших общежитий. В прошлом году из дома по улице Хамида Чурина были оштрафованы три человека. Размер штрафа внушительный. Для физических лиц он равен 20-месячным расчетным показателям. Сейчас это свыше 61 тысячи тенге. При повторном нарушении сумма штрафа увеличится вдвое. Но возле каждого дома поставить полицейского не получится, говорят в Акимате. У нас в городе таких несколько общежитий. Уже силами коммунальных служб ежегодно убираемся. Но не стоит забывать об ответственности тех жителей, которые именно проживают в этих многоквартирных жилых домах. Отметим, что штраф из-за нарушения правил благоустройства в прошлом году составит 10 миллионов тенге. Эти деньги будут направлены на санитарную очистку областного центра. Роман Копняев, Айбула Джигипара, Александр Грабарев, ТДК-42. Подозреваемую в громком убийстве пенсионерки арестовали в Уральске. Женщине нанесли многочисленные ножевые ранения в собственном доме, который расположен в поселке Зачиганск. В данный момент задержанная помещена в изолятор временного содержания. Санкции суда она арестована на два месяца. Напомним, что убийство произошло 9 марта. У погибшей пропали серьги, обручальное кольцо и печатка. Полицейские спустя некоторое время распространили фотороботы, видео предполагаемой преступницы. В результате получены достоверные сведения о причастности к данному преступлению жительницы города Уральска, гражданки Я, 1987 года рождения. Она ранее не судима и на учете в органах этого дела не состоит. После ее задержания были проведены обысковые мероприятия по месту жительства, где были обнаружены изъятия оружия, преступления, одежда и вещественные доказательства. Мукамолы Казахстана снова заговорили о своих проблемах, решения которых напрямую зависят от правительства. По их словам, из-за запрета экспорта зерна из России мельницы могут остаться без сырья. А местные сельхозтоваропроизводители либо продают пшеницу в Узбекистан и Таджикистан, либо выжидают хорошие цены на фоне роста стоимости зерна. Ждать ли Казахстану дефициты зерна и муки и о чем просят переработчики, расскажет Нина Шапон. Мукамолы страны просят государственной поддержки из-за того, что Россия перестала продавать Казахстану зерно местные мельницы на грани остановки производства. Молоть попросту будет нечего, так как местный агробизнес придерживает пшеницу в ожидании еще большей цены или же экспортирует в страны Средней Азии. На сегодняшний день в отсутствии, будем так говорить, российского зерна, более дешевого, цена зерна на внутреннем рынке резко поднялась, то есть она уже перевалилась за 150. Это, конечно, очень хорошо для фермеров. Но, если мы говорим об этом, мы тогда должны четко понимать, что вся линейка продуктов, связанных с зерном, и это не только хлебопродукты, но это еще и птица и мясо, то есть она тоже, по большому счету, практически вся линейка социально значимых продуктов питания в нашей корзине, она в той или иной степени будет дорожать. К тому же, заверяют мукамолы, из года в год растет экспорт зерна, но падает экспорт муки. И в это время, как нельзя кстати, пришлась бы поддержка правительства, о чем и просят переработчики. Не знаешь, за что хвататься. Тут с банками проблемы, субсидий нет, хочешь, не хочешь, мы как бы попали уже в крупный бизнес. В крупном бизнесе одни проблемы. Говорят, что вы уже крупный бизнес, свои проблемы сами можете решать. То есть выпадаешь из субсидирования, из государственной программы. В Акимате Кустанайской области заявляют, что по их данным, экспорт за прошедшие два месяца вырос в два раза. Дефицитов пшеницы нет. И посоветовали мукамолам налаживать долгосрочные отношения с местными аграриями. С нашими субсидированиями, которые производят это зерно, с ними надо заключать более-менее такие длинные контракты. Почему я говорю? Потому что с ними заключить, вы всегда будете уверены, что в данный момент у вас будет определенное количество зерна, и вы будете какое-то время у них покупать, соответственно, вы будете ее перерабатывать, будете продавать. За круглым столом мукамолы высказали все свои пожелания и просьбы к правительству. В Палате предпринимателей пообещали все выше изложенное донести до оперативного штаба. Там как раз сейчас рассматривают ввод ограничений на экспорт муки и пшеницы. При этом экспортеров обяжут ввести обязательную продажу 10% зерна на внутреннем рынке. Нина Шапо, Елена Досова, Андрей Сосоев, ТДК-42, Костанай. В Атыраусской области пресечена деятельность газосетевой организации «Монополиста». Компания заработала свыше 2 миллиардов тенге на незаконном повышении цен. В настоящее время территориальный департамент агентства по финансовому мониторингу по Атыраусской области ведет досудебное расследование в отношении руководства ТО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа». Сообщается, что компания в 2017-2021 годах, используя доминирующее положение на рынке вторичной оптовой реализации сжиженного нефтяного газа, установили и поддерживали монопольно высокие цены на услуги приемки, хранения и налива сжиженного нефтяного газа. В рамках исполнения поручений главы государства по борьбе с монополией территориальным департаментом агентства по финансовому мониторингу по Атыраусской области ведется досудебное расследование в отношении руководства ТО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» по статье 221 часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Сумма незаконного дохода ТО составила более 2 миллиарда в тенге, которая возмещена в полном объеме. Инклюзивный бизнес. Жительница Уральска, запустившая производство современных протезов, теперь намерена помочь актюбинским инвалидам. Своей идеей Жанар Франк поделилась с участниками межрегионального форума социальных предпринимателей, который прошел в Актубе. С какими трудностями им приходится сталкиваться, выясняла Лейла Уесова. Жанар Франк – социальный предприниматель из Уральска. В прошлом году запустила уникальный для региона проект – Центр ортопедии и протезирования. По ее словам, мастерская может выпускать до 120 современных модульных протезов в год. Вот только многим инвалидам они не по карману. Но если государство их поддержит, то люди с ограниченными возможностями смогут выходить на работу и самостоятельно обеспечивать себя. В планах производителя – открыть филиал в Актубе. Скорее всего, откроем здесь, потому что вот составился форум, я познакомилась с нужными людьми. Скажу вам честно, у нас есть новые технологии, нужны небольшие инвестиции и поддержка. Протез должен стоить 2 миллиона 200, чтобы за три года он функционировал хорошо, не требовалось замены, ремонта и прочего. В Актубе социальное предпринимательство развивается в основном за счет швейных производств. Многодетная мама Эльвера Утипаева защитила стартап и открыла собственное дело с помощью гранта. Сейчас семейный бизнес идет в гору, но есть трудности в плане поиска помещений. Мы очень нуждаемся в поддержке государства и есть проблемы со сбытом продукции. Растет и стоимость аренды цеха, и как мать-героиня, воспитавшая семерых детей, прошу помочь нам. Мы тоже создаем рабочие места, платим налоги и занимаемся благотворительностью. Новые возможности для общества и бизнеса обсудили участники межрегионального форума в Актубе. Поделиться полезными лайфхаками и найти новых партнеров. Приехали социальные предприниматели из Актау, Атарау, Уральска, Казаларды, Семея и Нурсултана. Я хочу, чтобы мы конкурировали в одном. Знаете в чем? В добрых делах. И пусть этот форум станет отправной точкой. Как рассказали столичные гости, помимо госпрограмм есть еще финансовая поддержка от международных организаций, которые выделяют безвозмездные гранты на создание социального предприятия. Нужно только расписать свой бизнес-план и подать заявку. В Казахстане сейчас 500 социальных предпринимателей, а людей с ограниченными возможностями в нашей стране насчитывается порядка 700 тысяч. Это уже второй по счету форум социального предпринимательства в Актубе. Первый проводился на международном уровне еще в 2018 году. В этот раз он объединил больше 50 социально ориентированных компаний. И, как заявили участники, успешность своего бизнеса они измеряют не объемом прибыли, а количеством трудоустроенных людей. Для них это больше, чем просто заработок. Когда ты видишь, что меняешь жизни людей в лучшую сторону, появляются новые ценности и новый смысл, говорят предприниматели. Большие надежды они возлагают на закон о социальном предпринимательстве, который вступил в силу в январе этого года. Лейла Уэсова, Жамар Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актубе. Программу для выявления пневмонии изобрел ученик Ниш в Уральске. Учащемуся Назарбаев интеллектуальной школы удалось разработать проект, читающий рентгеновские снимки. На практике эта разработка может заменить медицинского специалиста. Идея проекта у Алмаса Сапарова зародилась во время пандемии. В период острой нехватки оборудования и специалистов ученик Назарбаев интеллектуальной школы понял, что новые программы в медицине просто необходимы. Зародился проект, который сканирует рентген снимки и определяет наличие пневмонии. Я разработал код нейронной сети на базе TensorFlow. Сама нейронная сеть определяет пневмонию. И я написал приложение на базе Flutter. Это идет как программное обеспечение для компьютеров, чтобы радиол мог быстро определить пневмонию. Проект ярко демонстрирует применение искусственного интеллекта, благодаря которому он может информировать медицинских работников или даже самих пациентов о текущем состоянии. Таким образом, чтобы получить результат, достаточно загрузить в программу рентген снимок. Сейчас система работает с точностью 92%. Проект находится еще на стадиях разработки. В будущем автор намерен его модернизировать, чтобы стало возможным определять степень пневмонии и с большей точностью установить диагноз. Такая программа может значительно сэкономить время при обследовании, да и разгрузить работу медицинских специалистов. Проект был презентован на наурызовских встречах в Туркестане. Программирование в ниш обучают. На базе школы действует лицея Академии Яндекса. В частности, школьники занимаются веб-сайтами, которые так востребованы в современном мире. Ребята, которые занимаются программированием, большинство из них и выбирает потом и профессию, связанную уже с информационными технологиями, потому что они имеют очень хорошую базу, очень глубокие навыки программирования, которым могут позавидовать очень многие взрослые наши программисты. И я думаю, что за ними наше будущее. IT-специальности на сегодняшний день считаются одними из востребованных и хорошо оплачиваемых. Развитие искусственного интеллекта особенно важно. При этом основной целью его должна быть помощь людям. Если молодые специалисты будут нацелены на реальную пользу от внедрения новшеств, они смогут модернизировать многие сферы жизни. Марина Горбук, Нруан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Для тех, кто стремится к совершенству и уделяет внимание мельчайшим деталям, наслаждается своей красотой. Для тех, кто не хочет отказываться от комфорта, кто любит получать удовольствие и ни на что не променяет домашний уют. В Волтам вас ждет мебель, которая отражает ваш стиль и неповторимость. Это семья Ахметовых. Многие годы они живут на съемной квартире и только мечтают о покупке своего жилья. А это семья Алиевых. Глава семейства Руслан вступил в потребительский кооператив РОИ. И уже через 10 месяцев семья въехала в собственное жилье. Хватит платить за аренду. Станьте членом потребительского кооператива РОИ и через 18 месяцев вы будете жить в своей квартире. Вступительный взнос 200 тысяч в деньге. Ежемесячный паевый взнос – всего 50 тысяч в деньге. Без единоразовой комиссии и процентов. Недвижимость оформляется на ваше имя. Заключайте договор сегодня и становитесь счастливым владельцем собственного жилья. Подробная информация на сайте. Звоните. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спонсор прогноза погоды – компания «Думан Транзит». Компания «Думан Транзит» оказывает профессиональные услуги автовоза по доставке автомобилей в города и области Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спонсор прогноза погоды – компания «Думан Транзит». Компания «Думан Транзит» оказывает профессиональные услуги автовоза по доставке автомобилей в города и области Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова